Здравствуйте, уважаемые телезрители эфир нашего телеканала продолжает вечер. На седьмом студии для вас работает Сергей Бандур. Одесский городской совет выделил около 9 миллионов гривен на зарплаты и мелкие траты служащим КП «Муниципальная охрана». Это лишь малая часть тех денег, которые планируют потратить на личную гвардию. Насколько нужны эти траты одесситам и вообще нужна ли КП «Муниципальная охрана» в принципе нашему городу, говорим сегодня в студии. В гостях у меня Григорий Козьма, автор серии журналистских расследований. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте. Итак, 9 миллионов гривен выделено, старт дан, вообще речь идет о более чем 40 миллионах на ближайших 3 года. Насколько оправданы эти траты вообще, насколько они нам нужны? На самом деле я бы хотел с самого начала развеять миф в СМИ о том, что на муниципальную охрану не будет выделяться 40, а только 9. На самом деле я хочу уточнить, что программа «Безопасный город» для финансирования Департамента муниципальной безопасности и КП муниципального охрана предусмотрена 41 миллион. И вчера на сессии так и принята программа без изменений, без уменьшения. Просто по эти 41 миллион разбиты на 3 года и на этапы. Один из этапов – это 10 миллионов на зарплату, о чем и выделили вчера. Ну, чтобы не сильно бросалось в глаза, да? Да. Эти 10 миллионов, во-первых, для начала это не… по сравнению с 40 миллионами это меньше, это должно снять общественное напряжение, это должно ввести в, как сказать, в смуту тех, кто громко об этом говорит. На самом деле ничего не изменилось, программа выделена, принята на 41 миллион. Насколько это оправдано, мы можем судить по истории, по короткой истории, которая у Департамента есть, там, год-полтора, и действия, где они были зафиксированы, там, телеканалами. Это были разгоны мирных акций, отжимания бизнеса, крышевания, там, парковок или явное открытое участие в каких-то хозяйственных конфликтах. Я считаю, что за деньги одесситов содержать такую армию, которая участвует в хозяйственных конфликтах, которая исполняет политические заказы правоволосной партии, я считаю, что город в такой армии абсолютно не нуждается. Ну да, действительно, КП уже, точнее, его бойцы прошли довольно славный путь, в кавычках, их уже засветили везде, где можно было и где нельзя. Они участвовали и в отжиме бизнеса, и в конфликте с журналистами. Эту краткую историю мы нашим телезрителям покажем чуть позже. Также нашим телезрителям я предлагаю принять участие активно в нашем эфире, принять участие в нашем интерактиве. Вопрос сегодня звучит так. Муниципальная охрана в Одессе это? И, как всегда, три варианта ответа. Первый вариант – это залог спокойствия и порядка в городе. Второй вариант – это опричники на службы мэра. И третий вариант – мне все равно, я хожу с травматом. Но принимать участие в голосовании, отвечать на наши вопросы, в конце мы подведем результаты. Григорий, вам тоже вопрос этот. Что муниципальная охрана для Одессы? Это необходимое зло в наших неспокойных реалиях? Или все-таки это кровопийцы, которые из бюджета просто вытягивают лишнее финансирование? На самом деле это не что иное, как превышение служебных полномочий и создание незаконного военизированного формирования. Дело в том, что сегодня у мэра и у его команды есть полномочия распоряжаться бюджетом. Эти полномочия у них есть, потому что люди им делегировали право администрировать местный бюджет в интересах громады. Если этот департамент не выполняет никакой корыстной функции для громады, я думаю, что громада вправе незамедлительно требовать ликвидировать эту структуру. Во-первых, раньше была инспекция по благоустройству, которая занималась вопросами санитарного состояния и благоустройства территории. Эта инспекция была ликвидирована и создан департамент. Департамент взял на себя больше карательные и функции давления и совсем забыл о своих функциях, касающихся благоустройства. Сегодня на улице Март, но есть места в городе, где еще не убраны последствия стихии. Есть очень много вопросов по парковкам, по санитарному состоянию, по безопасности дорожного движения, которые входят в компетенцию контроля департамента муниципальной безопасности. Он об этом абсолютно не заботясь. Если раньше программа «Безопасный город» — это была безопасность дорожного движения, безопасность туристов, безопасность одесситов, то сегодня программа «Безопасный город» имеет четкое очертание. Оно касается в основном безопасности посадовых усим, местного самовредования, горсовета, и касается админздания, где находятся и выполняют свои функции эти избранники. Мы уже частично затронули тему того, что уже успели наследить ребята под опекой мэра в нашем городе. Предлагаю нам и нашим телезрителям посмотреть небольшой сюжет моих коллег, пройтись, так сказать, по стопам славных опричников. Давайте. В апреле 2015 года Одесская мэрия официально обзавелась частной силовой структурой. 71 депутат проголосовал за создание КП «Муниципальная охрана». По изначальной задумке, его бойцы должны были заниматься охраной муниципальных учреждений и обеспечивать безопасность сотрудников мэрии, которые демонтируют незаконные мафы. Также планировалось, что новые сотрудники будут помогать государственным исполнителям взимать штрафы. Но что-то пошло не так. За прошедшие с легализацией время эти рыцари без страха и упрека успели засветиться в ряде скандалов. От грабежей и разбойных нападений до разгонов антимэрских демонстраций. А еще они исправно исполняют роль церберов на входе в горсовет, фильтруя неугодных. Пусть даже это будут журналисты. Права не имеешь? Права не имеешь? Кто уделал? Я захожу на этот исполком. Я журналист. Какие проблемы? Что вы устроили на входе? Правда не передают. Что вы опять устроили на входе в мэрию, а? Не хулиганье. Что это такое, Юра? Уважаемый, не хулиганье. Что за бескределом у вас опять творится? Ну сколько можно? Вам не стыдно? Это коммунальное здание. Это мэрия. Люди пришли на исполком. Ну что вы творите? Ну пропускайте же. Вам не стыдно? Что-то позорище. А чтобы служба была не в тягость, ребята денут в новую форму за 8,5 миллионов гривен. Оснастят спецсредствами почти за 2 миллиона. Еще 5 миллионов гривен на спецавтомобили. Ну и конечно, солдат должен быть сыт и обеспечен. 26 миллионов гривен в мэрии планируют выделить на зарплаты и платежки КП «Муниципальная охрана». А лягут эти траты на плечи одесситов. Финансировать бойцов будут исключительно из городского бюджета. Как? Нормально смотрится? Крупным планом? Крупным шком? Нормально. Нормально? Ну что, здесь? Вот такая веселая структура у нас появилась в стенах здания на Думской-1. Григорий, 8 миллионов гривен планируется выделить на обмундирование бойцов. Они и так уже одеты неплохо и подогнаны под единый стандарт. Правда, некоторые утрируют, что похожи они больше на гвардию какой-то из банановых республик. Но все-таки у них есть форма, у них есть опознавательные знаки. Еще 8 миллионов планируют выделить на обмундирование. Бойцов всего около 100. То есть получается приличная сумма на одного человека. Что это? Каких-то терминаторов будут создавать в мэрии или все-таки еще раз просто отмоют какие-то средства? Я думаю, что и то, и другое. Во-первых, отмоют средства. Мне интересно, я сегодня прошелся по документам, которые есть в открытом доступе. Планируют закупать поставщиком обмундирование будет частный предприниматель из Болграда. Мы знаем, что в Болграде есть несколько воинских частей. Интересно, откуда он берет данное обмундирование. Но это предмет отдельного разговора. Я хотел привести пример прошлого года, что департамент за 21 тысячу гривен закупил на 15 человек полное обмундирование. А в этом году им нужно 3 миллиона гривен. Представляете себе, сколько обмундирования можно купить за 3 миллиона, если на 15 человек хватает 21 тысяча гривен. Там уже речь должна идти, не знаю, про какие-то экзоскелеты, какие-то космические технологии. Я думаю, что дело в завышенной цене. И еще дело в том, что планируется максимальная комплектация спецсредствами. Имеется в виду дубинки, газовые баллоны, бронежилеты. Абсолютно полное обмундирование для того, чтобы можно было подавить любой протест. Любой протест. Чтобы можно было отстоять любое столкновение. И если в Одессе есть группа лиц или недовольные одесситы, я думаю, что мэр абсолютно рассчитывает на эту армию, которая содержится за деньги одесситов, что никто не сможет абсолютно ничего сделать. То есть, по сути, после того, как люди наши стали умудренными после протестов на Думской, возле прокуратуры, чтобы теперь не рассчитывать на полицию, которая, не дай бог, будет отстаивать законные права одесситов, чтобы были свои собственные нукеры, которых можно направить куда угодно, они выполнят приказ. На это направлено создание? Скорее всего, да. Потому что муниципально-охороны, департамент и КП подчиняются мэру, и, в принципе, им для осуществления каких-либо действий не нужно никакого согласования с полицией. Они всегда могут это выдать за благородную цель, что мы охраняли админздание, и мы абсолютно действовали в рамках закона. То есть, если будут бить людей, будут их бить там, рядом с мэрией, чтобы это было абсолютно в рамках их компетенции. Но есть еще вопрос по правоохранителям. Это уже не первый случай, когда выделяются правоохранительным органам областного уровня деньги из местных бюджетов. Во-первых, возникает конфликт интересов и небольшой конфликт объективности. Мы знаем, я могу вам привести один пример. Есть уголовное дело, которое расследуется полицией по факту создания департамента муниципальной безопасности. Значит, активисты обратились в суд и обязали областное управление МВД открыть уголовное дело и расследовать создание незаконного военизированного гармирования. И в то же время городской совет выделяет из местного бюджета деньги. Скажите мне, пожалуйста, будет ли следователь объективен, или его начальство объективно в расследовании, если орган, над которым ведется расследование, выделяет ему деньги. Конечно, нельзя допускать таких конфликтов взаимного финансирования. И если городской совет одесский хочет финансировать управление полицией, он должен заключить договор с Министерством внутренних дел, передать эти деньги в виде по договору центральному распорядителю средств, и тот уже должен передавать деньги областному управлению, а никак, ни в коем случае напрямую. Это не первый случай, в Украине это часто встречается, и на усилении материально-базового, материально-технического обеспечения есть такие случаи, когда из местных бюджетов даются на управление полицией. Но тут есть конфликт, абсолютный конфликт объективности. Я думаю, что полиция не будет расследовать объективно любое уголовное дело по отношению посадовых усилий мэрии, потому что эти посадовые усилия, от них зависит выделять, не выделять полиции деньги. Ну вот как будет расследовать полиция, это уже второй дел. Но я правильно понимаю, что в отношении создания, в принципе, этой структуры при Горсовете открыто уголовное производство, и в принципе ее законность под вопросом большим, да? Действительно. Единственное, что лично мне показалось не совсем корректным, это то, что полиция классифицировала эту ситуацию как создание незаконного выездного формирования, а как превышение служебных полномочий. Но эта классификация попроще и полегче, и в рамках расследования такого преступления будет невозможно определить масштаб сговора между посадовыми особами и зачем они это делали. К сожалению, я уже наблюдаю определенную необъективность даже на момент возбуждения этого дела. Ну, в принципе, тенденция интересная. Если Горсовет умудряется запланировать выделить 40 миллионов на заведомо полулегальное формирование, при том это проводится официально через сессии, через комиссии, то есть это уже звоночек, скорее даже не звоночек, это уже целый набат. Как вы считаете, вот структура работает уже с 2015 года фактически, ну, если это можно назвать, работает. Насколько в городе стало от ее работы безопасно? И станет ли безопаснее дальше, после того, как эти 40 миллионов потратят? Мне тяжело, абсолютно несложно запросить статистику криминогенной обстановки в городе за последние несколько лет и абсолютно сравнить ее. Запросить маршруты и планы, куда выезжали, и какой общественный порядок, и где, сколько преступлений пресечено с помощью патрулирования Департамента муниципальной безопасности? И я думаю, мое личное мнение, что кроме социального напряжения, существование данной структуры за последний год абсолютно никакой пользы для общества не несет. Григорий, как вы считаете, это в принципе такой атовизм силовой блок мэрии? Или эта структура может работать, но при другом руководстве и в другом формате? Ведь в Львове такая структура работает на самоокупаемости, на нее не выделяется финансирование, и тем не менее доступ в львовскую мэрию, он открыт, там нет турникетов, там не возникает вот таких примеров, когда не пускают журналистов и активистов, которые мы видели в сюжете моих коллег. Возможно ли у нас такое? Можно, и может не настолько проблема в... Проблема и в руководстве, и в подходе администрирования. Дело в том, что в эту структуру сконцентрированы все функции, которые могут быть репрессивными, которые можно использовать как механизм давления. Эта структура абсолютно открыто используется для решения политических задач. Это неправильно, это не должно происходить. Это может делать любой мэр. Дело, в конце концов, в том, что нынешний мэр это позволяет, поощряет и считает, что это правильно. Ситуация, что туда приглашают людей, которые являются участниками боевых действий или АТО. К сожалению, этим людям, многим из них, нет куда идти на более оплачиваемую работу. И они вынуждены или идут туда, отоблагая цель. И очень тяжело выступать против департамента, потому что эти ребята смотрят на тех, кто против департамента, как на личную обиду. Дело в том, что такой департамент может существовать, но он не должен иметь такие полномочия, он не должен выполнять такие репрессивные функции. И он должен заниматься всеми пунктами своего положения, в том числе помогать предпринимателям, патрулировать улицы. Вы говорите про Львов. Во Львове, во-первых, департамент муниципальной безопасности действует как дружина, которая патрулирует улицы, которая совместно с полицией охраняет общественный порядок. Мы видим отдельные случаи, когда департамент муниципальной безопасности пишет на сайте Горсовета, очень хвалебно, что сегодня мы задержали партию чего-то. Во-первых, у этого департамента нет функции задерживать. И когда данное структурное подразделение Горсовета выполняет функции правоохранительных органов, то и Служба безопасности Украины, и прокуратура должны немедленно отреагировать на превышение таких полномочий. И я не раз говорил, и хочу повториться, что данное структурное подразделение абсолютно обслуживает партию «Товрей делам». И в городе сегодня очень активно обсуждается среди других партий создание таких же формирований, только под другими абсолютно углами. И в городе может наступить момент, когда у всех партий будут под разными соусами боевые подразделения. Эти подразделения перед выборами начнут сталкиваться. Я считаю, что тогда ни полиция, ни прокуратура, ни Служба безопасности так легко не справятся с этой ситуацией. И сегодня, если мэрия действует и создает, усиливается за счет бюджета города, полиция должна отреагировать незамедлительно, не ждать, когда ситуация выйдет из-под контроля. Просто потом все эти должностные лица, правоохранители будут делать вид, что они не знали об этой тенденции. И я предлагаю сразу аннулировать эту презумпцию, что если департамент создает мэрия, значит, это законно. Нет, это незаконно. Ну, на самом деле, это довольно опасная тенденция, о которых вы говорите. Видно, кто-то неправильно понял принципы децентрализации. Все-таки распределение бюджета на местах и создание личных военизированных подразделений – это разные вещи. Какое, в принципе, будущее вы видите в дальнейшем у этого подразделения? Как оно будет? Будет ли оно дальше работать? Или все-таки додумаются его как-то привести на законные рельсы? В идеале, я думаю, что оно столько времени, сколько существует нынешнее руководство. Это направление будет развиваться по двум причинам. Первое – боязнь потерять власть. И второе – абсолютная безнаказанность, которая ведет к тому, что я делаю то, что считаю правильным. И это не первый случай, когда мэрия любой протест и любое несогласие списывает на то, что против мэра выступают только люди заангажированные. Или то это конкретные лица, а то это какие-то недоброжелатели или провокаторы. Мэр никак не допускает, что есть ряд одесситов, которые абсолютно не разделяют с ним ни точку зрения, ни тот метод работы, который имеет место. Нельзя всех приписывать к каким-то конкретным группам. Я думаю, что в идеале департамент расформировать перечень оборудования, которые планировали закупить или уже закупили, вручисто передать в зону АТО, где бойцы очень нуждаются в кевларовых касках, в бронежилетах, и где в Одессу часто прилетает борт с ранеными, с убитыми, в то время как мэрия тратит 40 миллионов или планирует потратить 40 миллионов гривен на обмундирование собственной армии. Ну и по-хорошему, наверное, провести аудит, куда были потрачены деньги, выделенные до этого, что было закуплено и откуда взялась предыдущая форма и за сколько. Но ведь дело в том, что если будет и дальше так развиваться этот департамент, не хочется быть злопыхателем, но будет какой-то прецедент, который получит огласку широкую, когда может даже пролиться кровь. Ведь рано или поздно люди начинают чувствовать свою безнаказанность, чувствуя, что за ними сила. Что тогда? Я тогда планирую, предлагаю доставать все наши передачи и требовать привлечения к ответственности не только тех лиц, которые будут, не дай бог, участниками какого-то кровопролития, а всех тех должностных лиц, которые сегодня возглавляют силовые структуры. Потому что силовые структуры в последнее время, к сожалению, занимают очень наблюдательную позицию. И под видом, это был конфликт между двумя организациями, и мы просто сидели и наблюдали. Это абсолютная бездеятельность, которая наказывается так же, как и любое противоправное действие. Поэтому я обращаюсь к правоохранителям и прошу отказаться впредь от такой позиции бездействия и наблюдать, как муниципальная охрана, не раз зафиксированные на камерах сотрудники муниципальной охраны или КП, переодеты абсолютно в гражданских, участвуют в конфликтах. Эти люди опознаны ни в одном уголовном деле. Ну, будем надеяться, что до совсем радикальных мер не дойдет. И то, что мы спрогнозировали в студии, останется всего лишь нашей с вами теорией. Как-то повлияет на ситуацию и представителей правоохранительных органов, и общественность. Ведь многое в руках действительно общественности. Спасибо, что пришли, спасибо, что поговорили на эту тему. Нашим телезрителям, я напомню, что у нас было в начале программы задан вопрос. Муниципальная охрана в Одессе – это. Первый вариант ответа был залог спокойствия и порядка в городе. За это проголосовало лишь 14% наших телезрителей. Второй вариант – опоричники на службе мэра. Этот вариант выбрали 43% наших телезрителей. И тем, кому все равно, у них травматическое оружие, их 43% наших телезрителей. Что ж, я напомню, что в гостях сегодня у нас был Григорий Казьма, автор серии журналистских расследований. А говорили мы о 9 миллионах гривен, которые выделили вот уже сейчас на личную гвардию нашего мэра. Нашим телезрителям я хочу напомнить, что муниципальная безопасность и ваша личная безопасность, как говорят, две большие разницы. Так что ваше спасение одесситов – это дело рук самих одесситов. Берегите себя и ваш город. И, конечно же, не переключайтесь на мой канал, у нас самое актуальное и самое интересное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!